погнали как создавать контент всем привет я руслан и я занимаюсь созданием контента это мое основное направление я занимаюсь созданием контента для бизнесов ко мне обращаются компании им надо создать контент который будет переходить воронку чтобы люди обращались за услугой или за товаром который они продают могу похвастаться не одним проектом который собрал большое количество аудитории самое главное миллионы просмотров и заказы это то к чему стремятся многие я занимаюсь съемками и монтажом уже более 8 лет начинал я просто со съемок я запускал не один проект свой личный проект их было несколько которые не увенчались успехом и в 2023 году я попала больницу с к видом и у меня было две недели чтобы изучить все я лежал и понимал и осознавал что есть две категории людей те кто потребляет контент те кто его создают я был в числе тех кто его потреблял и я понимал что эту проблему я хочу решать я хочу создавать вообще я очень давно хотел создавать творить контент снимать не знаю мне это нравится это моё изучив алгоритмы собрав определенную информацию которая мне нужна была я сделал хороший результат в инстаграме и youtube youtube у меня уже 168 тысяч и аудитория продолжает расти ролики продолжают набирать миллионные просмотры немаловажно как снимать какую камеру выбрать как монтировать в какой программе монтировать как выставлять цвет кадр все эти гайды вы можете найти в интернете но немногие могут рассказать как набирать аудиторию я посмотрел кучу роликов где люди рассказы как набрать аудиторию когда ты делаешь пошаговую инструкцию у тебя нихера не получается потому что они о многом умалчивают и о многом не договаривают для того чтобы ваши ролики залетали чтобы они набирали просмотры и ваша аудитория росла вы должны знать что ваши зрители ваши просмотры равно подписчики хорошая профессиональная камера не даст вам никакого результата если вы научитесь хорошо монтировать это тоже вам не даст результата результат на сегодняшний день дает только хорошая идея креативная идея необычный формат необычный подход свой контент я начал снимать на телефон кстати я продолжаю снимать это кстати мой первый ролик который я снимаю сегодня на камеру sony который я взял для проектов которые я снимал но если у вас проблемы с написанием сценария есть написанием идеи вы можете воспользоваться чатом gpt нет нет я иногда прибегая к этому когда у тебя много разного контента в голове ты все не можешь структурировать у тебя просто иногда мысли не хватает я прибегаю к чату gpt который мне помогает который меня выручает делаешь более конкретный запрос и он тебе все расписывает да ну к примеру напиши мне сценарий для видеоролика по похудению за 7 дней на неделю и он тебе полностью первый день и он тебе расписывает второй день он тебе расписывает и вы можете просто вносить правки и все если у вас уже есть идея какая-то но вы не знаете как ее описать то же самое вы закидываете идею и чат gpt вам в помощь он вам все сделает на сегодняшний день нейросети искусственный интеллект на самом деле делает вещи я не скажу что можно и нужно полностью им доверять но и они иногда облегчают нашу работу второе это целевая аудитория какая целевая аудитория нам нужна например компания занимается продажей sport pita какая их целевая аудитория те кто занимается спортом или физкультурники чтобы этот продукт продать его надо показать в действии снимать контент надо с результатом чтобы люди поверили когда вы сам лично начинаете снимать свой продукт свой товар пытаясь его продать вы его показывайте и тестируйте на себе и показывайте результат вы показываете его на других людях и показывайте результат например можно создать ролик от образно говоря как похудеть на 10 килограмм за 30 дней реально конечно реально тут нам для этого надо прописываем сценарий прописываем то благодаря какому продукту мы достигли этого результата да понятно спорт правильное питание но благодаря определенным добавкам компании там внутри там еще чего-нибудь мы добились она и лучшего результата и когда показывает результат вот человек весит 80 килограмм до девочка 870 килограмм весит и баться на 20 килограмм за два-три месяца но сбросила благодаря этому продукту многие ли захотят его купить многие ли захотят попробовать это продукт на аналогично конечно да и это можно использовать с любым абсолютно продуктом мы сейчас говорим о бизнесе если ты дашь полезную годную информацию которая решит проблему многих то однозначно будьте фаворит у вас будет своя аудитория у вас будут просмотры и подписчики когда вы своим контентом своим роликом закрывайте боли многих людей 3 ты мы делаем описание если мы говорим про youtube то делаем хорошую оптимизацию на ю тубе описание оптимизация сего ю туба не даст вам миллионные просмотры но они дадут вам хорошее ранжирование в поисковике если люди будут делать запрос как похудеть на 30 килограмм за 10 дней к примеру если у вас ролик так будет называться то ранжирование вы будете на первом месте но чтобы ролики набрали миллионные просмотры вам надо делать акцент на короткие ролики до формат шорс идеальный формат идеальный хронометраж это 30 45 секунд с первых трех секунд 5 секунд вы сразу начинаете с двух ног уносить ролик для того чтобы люди застрелить свое внимание как я похудел на 30 килограмм за 10 дней и все люди начинают смотреть конце вы узнаете результат и он начинает рассказывать историю в конце показывает благодаря чему как он что он сделал для того чтобы достичь этого результата соответственно этот человек может сделать определенную воронку куда люди перейдут и захотят приобрести этот продукт опять же создается контент для того чтобы мы говорим сейчас про бизнес чтобы продавать свои услуги или свой продукт кстати многие не знают но youtube занимает второе место как как браузер как поисковая выдача да если мы примеру ведем в названии яндексе а козин руслан то он даст всю информацию обо мне первого на ю тубе начинает за ваши запросы ранжировать самой верхушки почему я предпочтение отдаю больше ю тубу нежели инстаграму инстаграм так не выдвигает и не продвигает так как youtube если вы вкладываете и прокачиваете youtube youtube вам даст больше возможностей и больше больше результата чем сам инстаграм на сегодняшний день непонятные качели с инстаграмом то их закрывают то блокируют потом степеном что-то youtube пока стабильный видеохостинг стабильный и всегда ваши ролики будут попадаться в первых строчках яндекса это мы сейчас говорили о тех кто делает контент для бизнеса а как быть тем кто делает контент для себя узнаешь в следующем ролике